Роскосмос ищет 50 миллиардов, газета РБК Роскосмос ищет 50 миллиардов, Юлия Полякова сегодня, полночи 25 Фото, КАС-фото, КАС-фансервис банком со вчерашнего дня управляет временной администрацией ЦБ Ввести ее попросил Роскосмос, который утверждает, что у него в банке зависли 50 миллиардов рублей в среду 25 февраля, ЦБ ввел временную администрацию в Фансервис банке Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации Минус отмечается в сообщении ЦБ Зампред ЦБ Михаил Сухов сообщил, что регулятор обнаружил факты существенного завышения стоимости активов Как выяснилось позднее, решение о временной администрации было принято по просьбе одного из основных кредиторов Фансервис банка, Роскосмоса Предприятия последнего держали на счетах в банке около 50 миллиардов рублей, сообщил РБК представитель Роскосмоса Игорь Буренков Однако, по его словам, Роскосмос не имел возможности в полной мере распоряжаться этим средствами Банк заявил, что полный возврат средств возможен, но не ранее 2018 года, что не устраивает Роскосмос, минус уточнил Буренков Узнав об этом, Роскосмос обратился в Банк России с просьбой ввести временную администрацию С последний Роскосмос работает в тесном контакте, сказал Буренков После консультации с Банком России, говорится в пресс-релизе Роскосмоса, Федеральное космическое агентство предложило в качестве участника процедуры финансового оздоровления Новикомбанк, основный акционер которого, ГК Ростех Часть из более чем 600 предприятий, входящих в Ростех, сотрудничают с Роскосмосом О проблемах в фансервис банке свидетельствует гендиректор-эксперт Рапавил Самиев Банк в последние 2-3 квартала держал норматив достаточности капитала, N1, на предельно низком уровне, минус сказал он РБК По данным ЦБ, на 1 февраля 2015 года N1 у фансервис банка составлял 10,38% при установленном минимальном значении 10% Статус Новикомбанка пока непонятен, минус отмечает Самиев Санатор выбирается по конкурсу, которого пока нет В то же время появление Новикомбанка обосновано, у этого банка, как и у фансервис банка, среди клиентов большое количество стратегических предприятий На момент выхода статьи Новикомбанк не предоставил комментарии РБК Представитель фансервис банка Григорий Белкин сказал РБК, что не понимает причин введения временной администрации и отстранения от руководства банком его менеджмента Летом прошлого года было подписано соглашение с Роскосмосом о реализации ряда программ до 2018 года На 24 миллиарда рублей средства могут расходоваться по этим программам в соответствии с графиком платежей До тех пор их невозможно изъять из оборота, минус пояснил Белкин, удивившись, почему Роскосмос ведет речь о 50 миллиардов рублей Фансервис банк занимает среди российских банков 75 место по активам – 100,7 миллиарда рубль После кризиса 1998 года банк стал специализироваться на банковском обслуживании предприятий и организации оборонно-промышленного комплекса и других высокотехнологичных отраслей В 2010 году советником президента Фансервис банка была назначена бывшая российская разведчица в США Анна Чапман В настоящее время она является также членом совета директоров Фансервис банка Автор статьи – Юлия Полякова